Сухая Буйвола Лён. В селе насчитывалось 422 головы лошадей, 6406 голов крупного рогатого скота. Помимо земледелия и скотоводства, дополнительным источником заработка для сухобойволинцев был извоз на Валах, которым занималась половина домохозяев села. 210 дворов имели фруктовые сады. Развитие получили в селе два ремесла – партняжное и сапожное. Первым занимались 20 человек, а вторым – 15. Кроме того, в селе было три кузнеца и два бондаря. В период Первой мировой войны начало развиваться кооперативное движение. Было основано сухобойволинское сельпо. 1 января 1917 года в Ставропольской губернии были зарегистрированы 100 потребительских обществ, в том числе сухобойволинское сельпо. Был организован Ставропольский губернский союз потребительских обществ. Около 40 потребительских обществ объединяли 7 028 членов. Капиталы общества состояли из паевых и вступительных взносов. Общество обладало паевым капиталом в размере 144 220 рублей. В среднем на одно общество приходилось 3529 рублей. И этого не хватало. В союзе потребительских обществ стали прибегать к займам у кредитных обществ. Размеры кредитов в среднем на каждое общество 7 413 рублей. Проценты колебались от 6 до 12 процентов годовых. Ставропольское общество объединения снабжало товарами до 30 сельских потребительских обществ. Было устроено в селе Петровском. 29 апреля 1917 года состоялось учредительное собрание Ставропольского союза потребительских обществ. На собрание прибыли, уполномоченные от 45 потребительских обществ, в том числе Петровского. Возникновение потребительских обществ было явлением положительным. Низкие цены на товары в кооперативах привлекали неимущие злои населения. Кооперативы способствовали объединению трудящихся и повышению их самосознания. Ставрополье в конце 1918 года оказалось втянутым в гражданскую войну. Были отменены паи и вступительные взносы. Установлена бесплатность членства. Потребительская кооперация в центре и на местах передавалась в ведение наркомпрода. Работала по его заданиям и под его контролем. 13 марта 1920 года Ставрополье было освобождено от белогвардейских банд. И встали новые задачи перед потребительской кооперацией. Снабжение армии. Население. Налаживание нормальной жизни. Кооперативы в селе вели успешную торговлю и загадовительную деятельность. Работники потребкооперации принимали участие во всех проводимых на селе мероприятиях. Ликвидации неграмотности. Хлебозаготовка. Коллективизации сельского хозяйства. Вели беспощадную борьбу со спекулянтами и перекупщиками. Мирное социалистическое строительство советского народа было прервано вероломным нападением фашистской Германии на Советский Союз. Потребкооперация села изменила свою работу, приспособилась к условиям военного времени и всю свою деятельность подчинила интересам обеспечения фронта и укрепления тыла Красной Армии. Первый год войны был осуществлен переход от широкой открытой торговли к нормированному снабжению населения хлебом, продуктами и другими товарами. Жители села, проживающие в селе, но не связанные непосредственно с сельским хозяйством, снабжались по нормам, установленным местными советами. Перед войной молодой неопытной девчонкой пришла на работу в Сухоголинское сельпо Никитина Мария Алексеевна. Да так до пенсии и трудилась в нем. С 1938 года я в колхозе работала, а в 1939 году родился сын у меня. А потом мужа забрали в армию и осталась свекром и свекровой. Он служил, а я работала в колхозе. А потом платили нам 200 грамм на трудодень. Трудодни писали, ничем не платили, писали трудодень и все. Голод был, начинался. Трудно было. Услышала, что в сельпо требуется рабочий. Пришла заведующая была Клавдия Александровна Дружбина. Мне заявление написала, но меня приняли. Я начала там работать. Работала я три года. Мыла полы. А потом, ну, когда работала, я боялась, чтобы меня с работы не прогнали. Старалась. Помогала ей. Цены расклеивала, писала. Когда ревизия, где перетержала, все помогала. Но она поработала три года. А потом было в этих магазинах там, ну, то железки, то мрабли, то папиросы там. А у ее отделей, она одна работала, магазин был большой. Она говорит, начали уже поступать немножко товары. Пришлют там сколько метров материалов. Немножко оба, кухвайки были, брюки ватные стали поступать. Ну, и она, ей предложили, чтобы взяла другого человека. Магазин большой, а ей одной. Ну, вот отдел, значит, там где то спички, то там духи, то мыло, когда поступала. И меня она говорит, Маша, я хочу, чтобы ты со мной работала. Я говорю, как я буду работать, я даже на счетах не умела считать. Потому что голод был, без родца, без матери я жила. Ну, потом она меня стала предлагать. Я говорю, не, не, я не буду. Она говорит, будешь, сумеешь. Но она следила за мной, как я работаю, как я понимаю, где цены, где что. Ну, и она мне сказала, будешь работать. Вот написала мне тетради, цифры, придешь и счеты возьмешь домой. И будешь учиться, чтобы к утру принесла мне. Она мне объяснила, на счетах как. Ну, я сразу поняла. Принесла утром, она говорит, а ты отдельно не считала? Я говорю, нет, только по счетах. Ну, и все. Ну, и потом, тогда же было, как, правление называлось. Правление собирали. Лавочная комиссия, ревизионная комиссия. Ну, и там работники. Собрали правление это, и она меня оставила. Оставайся им. Осталась я. Но они говорят, ну, ты себе нашла человека работать, другого? Она говорит, нашла. Ай, где ж он? А я стою за нее прячусь, боюсь. Думаю, как вот так? Я уборщицей, стану я торговать. Ну, как это? Меня стыдно было. Она говорит, нашла. Вот я нашла Никитину Марию Алексеевну. Ну, вот. А я тогда стою. Они говорят, как так она будет работать? А кто за нее будет недостачу платить? Она сказала, первую ревизию я за нее заплачу сама. Ну, и они согласились и осталось. Ну, и утром вначале уже меня принимать, писать. Она меня научила, как отчеты делать, как заполнять все документы. Ну, и осталось с ней работать. Не может сдержать слез, вспоминая Клавдию Александровне Дружбиной, Марии Алексеевны. Ведь именно она дала ей путевку в жизнь. И в течение всей жизни была надежным, верным другом и учителем. За работу Марию Алексеевну неоднократно награждали грамотами, медалями, почетными подарками. Но главной своей наградой в жизни она считает дружбу с ней. Она была очень добрая и внимательная, и учила меня, дай Господи, и Царство Небесное. Она меня все выучила, показала. И, не знаю, у нас недостачи не было. Мы были, как родные сестры. Никогда у нас никакой ссоры, никакого плохого разоговора. Не знаю, как вам объяснить, что она добрая была. После войны на работу в Сухобой-Валинское сельское потребительское общество после учебы в Сырлограде была направлена Валентина Яковлевна Журавлева, для которой Клавдия Александровна Дружбина также стала наставником и добрым другом. «Было объявление по радио, еще тогда такие были, что кто хочет работать в торговле, приглашают. Нас пришло три человека. Из трех предложили мне. Послали в райпотребсоюзе, была организована школа-магазин. Шесть месяцев я там училась, в Светлограде. А потом приехала сюда. Председателем Сельпо был Веременников Дмитрий Иванович. Потом заведующая промышленным отделом Клавдия Александровна. Это очень добрый человек, грамотный. В то время она была хорошим наставником. И когда я закончила, уже она тогда предложила кандидатуру к ей в промышленный отдел. Я начинала с ней работать. Хорошо она относилась к таких людей, добрых, желанных. И самое главное, грамотных. Она научила нас всему ответственности. Самое главное, и уважать покупателей. Очень добрая была такая. У ей доброта на лице просто была написана. Вот так начинали. И коллектив был хороший. Пять человек. Клавдия Александровна у нас была коммунистом. Еще одна женщина, Олени Мария Ивановна. Они, ну, хорошие люди были. Я ничего не скажу. Очень хорошие. Добросовестные. Ну, кто его знает как. Особенно мне была ответственность. И это привито людям нам, кто там работал. В январе 1943 года Красная Армия освободила Ставропольский край от немецких захватчиков. За пять месяцев оккупации фашисты нанесли большой ущерб народному хозяйству края. Разграбили и уничтожили кооперативное хозяйство. Сожгли лучшие магазины в Петровском районе. Ущерб, нанесенный захватчиками, потребка операции края составил свыше 150 миллионов рублей. Кооперация села, как и вся потребительская кооперация страны, приступила к выполнению задач по выполнению товарооборота по торговле, общественному питанию, хлебопеченью, заготовкам. Все это было направлено на повышение уровня жизни сельского населения. Руководители Сухобойвалинского Сильпо наладили бытовое обслуживание населения. Выполняя наказы пайщиков, Сильпо открыло сапожную и швейную мастерские. Жизнь стала налаживаться. Газета «Ставропольский кооператор» за март 1957 года сообщает о хороших результатах работы Сухобойвалинского Сильпо, управляющей Временников Дмитрий Иванович. В результате социалистического соревнования в честь 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции хороших результатов в обслуживании добилась завмаг Дружбина Клавдия Александровна. За этими газетными строками не видно, как добивались перевыполнения плана. Ради хороших показателей люди до зари вставали на работу, возвращались ночью, не выдерживала техника, а люди держались. Мерзли в холодных магазинах и застрявших машинах и добились своего. Перевыполнение плана позволило расширить материально-техническую базу торговли. Заготовок, общепита были построены и введены в эксплуатацию. Хозмаг в 1959 году. Магазин номер 253 в 1960 году. Столовая в 1967 году. Универмаг в 1971. Магазиночные отапливались, ездили наверху, на машине поедешь, оттуда поедешь, весь дюбняк отдаешь. Машина у нас была сначала одна. В основном у нас Коля Баранов. Вот этот человек, можно сказать, заслуживает очень много. Он и грузчиком был, он и шофером был, он и нас помогал везде. Бывало, что в сугробах заострянем-то и ночевали. Отдома беспокоились. Ну и так, он что бы ни попросил, если что кому-то нужно, он всегда выполнял. И мог и документы отвести, и все. Все было. И ночевали у друга в селе, не могли проехать, зимы такие были. Машина была самая старая, из всего гаража больше ста машин было у нас. Гаражей не было, и моторы вынал, и ставил моторы, и все. На снегу, в Сильплово дворе. Подстелишь из-под лошадей сена, картонки подстелишь, и вот это, лазишь. И моторы сымал, и моторы ставил, и так, ну все поломки. Теперь все наружу выходит. Ну, базары были каждое воскресенье. Ездили и на Будённовск, вперед Минводы ездили. И винтовка была, мелкокалиберка, с собой брали, ну это когда далеко. На всякий случай. Ну, тогда такого как-то и не было, чтобы нападали там, или никогда такого не было. А рынок это постоянно. Седлоград, воскресенье это обязательно. Хочешь, не хочешь, а вставать надо рано. Да, пошел. И зимой, и я на газоне, на бортовом работал. И на бортовом зимой ездили. Под брызгаем забьются, спрясятся и пошел. Все было. И поломки были, и в аварию попадал раз. Вот здесь сейчас у нас на площади контора колхозная, да, там был старый, как сельмах он назывался. И вот магазин наш, который сейчас действует, да, он как раз открывался. И меня взяли на ревизию, я что запомнила, меня взяли на ревизию. Я первый раз была на ревизии сначала. Ну, конечно, меня стали писать, я писать успевала. Ну, считать я же только начинала, конечно, это самое. А потом, вот этот старый сельмах остался, там я начинала свою трудовую деятельность. То есть заготовка была яйца, и, в общем, как магазин перешел сюда, в этот универмаг, и там, ну как, вот там толоскуточки маленькие поставились, как уцененные товары там были еще, да. А потом же я еще принимала стеклотарму и керосиновой лавке торговала. Вот это вот в течение этих семи месяцев. Вот я там, а потом меня взяли в одежду ткань. Меня взяли в продовольственный магазин центральный, но мне не было 18 лет. И я работала месяцев, наверное, 4 или 5 на правах ученика. Ну, а потом, когда исполнилось 18 лет, меня все-таки же оставили работать. Так я там проработала 3 года в этом коллективе. Это был мой первый трудовой коллектив. Конечно, многому я в них научилась. Мы тогда работали Мартына Ивановна Андреевна, теперь она уже покойная, Паникова Мария Петровна, Гузеева Анна Кирилловна. Вот с этим коллективом я проработала 3 года. Потом я ушла в декрет. Конечно, условия были, во сне не снилось. Магазин полностью бетонный, бетонные полы. Никакого отопления, совсем не было никакого отопления. Да всяко было на нашей работе. Ждали, вот обычно как. Ну, магазин работал, допустим, до 6 часов. Но сегодня заведующая уехала за товаром. На Буденовскую эту базу мы должны были сидеть, ждать. Сидишь 9 часов, 10 часов, машины нет. Мы сидим, ждем. Дети ждали, ждали, пришли помогать, выгружать. Домой приходишь, кто искоса поглядит. Дети за следом бегают, мам, ужинать давай. Вот так и работали. Все было. Рынок, каждый выходной на рынок. И в Ставрополь, и в Светлоград, и в Благодарное. И в Элисту даже ездили на рынок торговать. И приедешь, пока приедешь, выгрузишь этот товар, там печешься до обеда на солнце. Простоишь, приедешь домой, выгрузишь товар, все это разложишь. Домой идешь, как выжатый лимон. Ну, какое будет настроение дома? На первом месте всегда была работа. Вот почему-то в сторону отходили семейные неурядицы, там что-то не успел, где-то не доделал. А на работу надо было бегом. Наша сельфов всегда считалась, ну, было на хорошем счету, даже в этом районе. И, не знаю, мне всегда нравилось работать. Вот как доставалось все время, ведь мы были на этих ярмарках, на этих базарах. Вот мы неделями жили, в сентябре была ярмарка, неделями наши люди бросали, вот жили на стадионе, вот гордились, что мы занимали всегда в основном первые места, что наторговали самые большие. Наши вот, Клавдия Александровна, одежды, это же было мы, ну, тогда были, соответственно, тысячи. Это была наша гордость, когда мы выходили, получали эти грамоты, достойно знали, что мы их заработали. И именно вот за каждой цифрой экономических показателей достойно работали и следили. Вот знаете, чтобы не просто это с самотекучкой какой-то шло, и над объемом, и над оборачиваемостью, над мотивом товарных запасов, над ежедневной выручкой. И мы вот работали, вот как-то я, эта экономическая деятельность, она мне, вот знаете, казалось, что руководитель вообще, конечно, обязательно должен быть экономически подкован во всем, и вот знать. Она вот нужна была всегда. Вот, ну, надо было думать о людях и о том, чтобы эти люди, я еще раз говорю, достойно могли получать зарплату, достойно могли платить налоги за полученную зарплату. И именно, вот, люди должны быть всегда в коллективе гордостью. Вот их нужно поощрять, вот любить всей душой, вселять им добро, чтобы они понимали, что они защищены, что руководитель их закрывает, вот, по-русски говоря, своими крыльями, как только может, и ими всегда гордиться. Ну, в Сильпо я пришла работать в 1977 году поваром. Поработав где-то полгода, меня перевели в заведующие. Коллектив у меня был пять человек. Моими наставниками были Баранникова Александра Трофимовна, Бронникова Мария Егоровна и Мартынова Любовна Андреевна. Я им очень благодарна за все, но, к сожалению, их уже нет. В живых, в царстве им небесное, мы их помним, любим. На кухне у нас работало три человека. Это Куликова Мария Тимофеевна, Ефимова Мария Григорьевна, ну, и я, как неосвобожденная заведующая. Занимались мы выпечкой, очень много делали выпечки. Всевозможные пирожки, разновидность печенья, торты пекли, беляши, там, чебуреки, колбасу домашнюю, полуфабрикаты всевозможные. Все это мы направляли в магазины 251-й, 2-й, 3-й магазин. Также свои бисквиты и рулеты мы отвозили в рогатую балку. Все были молодые, энергичные, могли поработать. Как работали, так и отдыхали. Чувствуем, что немножко с планом отстаем. А, девчонки, давайте остаемся сегодня. Остались ночью, напекли, нажарили. Утром у нас уже выставка продажа кондитерских изделий, всего. Были очень энергичные, молодые. Работа нравилась. Ну, затем эти годы перестройки настали. Общепица сам по себе сократился. Загадконтора закрылась. Меня перевели в продавцы. Работала в кафе, вот, в предыка. Затем в хозяйственной группе, магазине. Потом в 251-м магазине. Ну и магазин стал уже, тяжело стало работать. На всех сместили в дежурный магазин. Там у нас находилась хозяйственная группа, хозяйственная группа и продовольственная группа. Но благодаря нашему руководителю, мудрому, справедливому, Лидии Михайловне Мартыновой, мы смогли это время пережить. Все, кто разорился, это были связаны с продажей магазинов по дешевке. А наши не полезли за дурными деньгами. И все, и сохранились. Директора, конечно. Ну и коллектив. То, что зарплаты небольшие были, не глядели как-то на это. Вот, знаете, сейчас, даже сейчас, если, вот сколько сельпой, почти все свои магазины пораспродали. У нас ни одного магазина не продал никто. Все они работают. А сейчас, тем более, не поднялись уже. Я же говорю, что в одном магазине водили, все группы были. А сейчас, смотрите, как их все расширяется еще больше. Вы знаете, мне кажется, большая заслуга от Мартыновой Лидии Михайловны. Человек, действительно, который, у нее столько энергии, столько всего. Сухобойвалинское сельпо добивалось высоких показателей, благодаря неустанному труду своих работников. И распродать, разбазарить все, что они заработали, создали и построили, значит, придать их и их память. Так считает Лидия Михайловна Мартынова. Знаете, вот, действительно, за всю мою трудовую деятельность и даже пришедшие в райпотребсию, мы ни одного предприятия не продали. Вот я всегда эту работу, как бы, проводила на уровне. Помните, слово «продать» – это слово «паразит». Мы должны от него уйти. Мы должны понять, что, ну, уже, если крайняя необходимость, что оно там разваливается или кто-то там землю плачок просит. Ну, а так, об этом не должно быть речи. Все должно работать. Мы даже за деятельность мою и покупали в рогатой балке, сохраняя универмах. Я там, и люди приехали ко мне, просили. Мы его все равно, ну, как бы, поставили на ноги, и универмах заработал. И вот, знаете, я хочу сказать, как это сложно и больно со слезами смотреть, когда в системе нашей вот столько у нас многого ушло, ведь эта же система была мощная, богатая. И я еще раз хочу сказать, что нужно помнить о том, что это было веками и пайщиками именно оно это создавалось. Нужно это все сохранить и только его все совершенствовать, модернизировать, вкладывать вот средства, и чтобы они вот стояли, наши здания, на селе, и вот тоже приносили радость людям. Вот чтобы он подходил, они должны быть. И краше от всех других, можно сказать, зданий. И, соответственно, в них должно быть всегда тепло и уют для всех покупателей. Нет, об этом не может быть речи, что наша собственность, которая создавалась вот веком, и должны вот мы подумать о том, что эту собственность можно расхлестнуть. Это можно, но желание... Ведь мы вот все должны помнить, что жизнь, она короткая, и она земная, все равно кто бы ни был, она когда-то останавливается. И вот, соответственно, мы должны помнить, что мы должны передать будущему наследию поколения все самое лучшее и сохранить то, что не только создать, а сохранить то, что тебе было дано в руки. С колхозом была большая поддержка. Вот это даже и строили. Вот этот универмаг, кстати, 71-й год, это колхоз его строил, там какие расчеты были. И вот насколько колхоз всегда вникал. После планерки, даже если меня не было, заходил, спрашивал, Лидия Михайловна, там то-то, то-то, там какие проблемы. Это же так было важно. Мы жили одной большой семьей с администрацией, и это пусть мы говорим о той партийной лозунной парт-организации, но все вот делалось для того, чтобы общее дело наше, вот как бы общее делалось дело. И знали всегда, что кооперация нужна людям. Но в этом мы не сомневаемся и сейчас. Но мы вот видим, что наш, можно сказать, супермаркет, суховывальнский универмаг, это один из самых крупных универмагов, потому что, ну, объемы деятельности его, это большое спасибо людям, их понятие, что достигает он трех миллионов. Это же ведь, как у нас другие потребительские общества этого объема не делают. Ну, и спасибо жителям, ведь не такой большой населенный пункт у нас в селе. А все вот достойно как-то, все собрания отчетные всегда проводились. Все это делалось достойно так, чтобы люди знали, что кооперация на селе есть, что она вот выходит тоже из самых разных трудных ситуаций. И всегда старается вот именно пройти вот этот путь нелегкий, но достойно пройти и выйти из всех сложнейших ситуаций и достойно продолжать работать. Я все-таки думаю, что эта кооперация будет, дорога у нее широкая, и она будет долгое время вот еще жить. Она именно немножко, вот какое-то немного понятие было, вот не совсем, что ее бросали, перебрасывали там, и малый бизнес, и именно делали ее там то коммерческой системой, то некоммерческой, но дело в том, что согласно законам о кооперации и вот какой-то поддержке, особенно я даже к Ельцину подхожу, вот, что его закон был очень, поддержал кооперацию, она выстояла именно, такой был момент, что можно было и не выжить в тех сложнейших условиях. Ну, вот хочу сказать, что достойно встречает Сухобывалинское сельпо эту дату. Хорошо, что они помнят о своих людях, достойных, которые работали, и хотелось, чтобы внимание им уделялось еще больше, потому что эти люди заработали. Любите свою работу, гордитесь ей, вот знаете, что вы выполняете такой достойный долг, служите людям, и вот хочу вам, чтобы вот всегда вы улыбались от души, вот старайтесь так всегда вот вести свою работу, чтобы о вас люди с гордостью потом вспоминали. И всем хотелось особо пожелать здоровья, помнить о том, что будущее у кооперации всегда есть. Но всем только всего доброго, светлого, мирного. И, конечно, как я всегда повторяю эти слова, движение только одно – вперед. Всем я всегда желаю здоровья, выручки побольше, зарплаты побольше. Я хожу, посещаю сюда магазины, часто свои. Поначалу, как на пенсию вышла, даже и снилась, за товаром едешь, отчет делаешь. Вот часто, честное слово, часто даже такое было. Чтобы все были здравы, здоровы, чтобы в семье было у них было получше. А молодежи побольше прислушиваться к начальству, я имею в виду к нашему начальству, и самим учиться, быть внимательным покупателем. Хорошей торговли, и чтобы не было недостач. Пожелать хочется, чтобы у всех было здоровье и надеялись на самое лучшее и доброе. Верить в это надо. Жизнь все равно хорошая. И добрых людей больше на земле. Зла меньше, как бы ни было. На сегодняшний день в Сухобой-Валинском Сельпо работает семь магазинов, два кафе, кухня, горячий цех, бар. Коллектив состоит из 56 человек. Коллектив дружный, сплоченный. Участвует в различных мероприятиях. Занимает призовые места. Труд работников неоднократно отмечен вручением грамот. Дипломов главы муниципального образования села Сухая-Буйвола. Главы Петровского муниципального райпотребсоюза. Ставропольского крайпотребсоюза. Сухобой-Валинское Сельпо достойно встречает 100-летие потребительской кооперации и уверенно смотрит в будущее. А всем создававшим, строившим, отстоявшим наше Сельпо мы говорим спасибо. Мы всегда будем вами гордиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова